Тан-тан-тан-тан-тан-тан-тан-тан Привет! Всем привет! Своё настроение? Хорошая, несмотря на то, что у нас дождь. Привет! 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 Сегодня милитариум, да? Милитариум, да? Слушай, дела классные. Вообще прям боюсь даже говорить. Всё очень хорошо. По работе всё прям складывается, как я хотел. Всё вообще супер. Спасибо всем большое. Единственное, что в отношениях пока не получается. Но ничего страшного. Конечно, Роза простит Андрея. Ну что вы? Конечно, куда она денется? Как будто она не знала, что он такой. Я только что прямо уехал с проекта. Только что уехал с проекта на встречу рядом с проектом. Тут хочу встретиться с девочкой. Если понравится, разрешили на проект её завести. Люба новенькая. Да, хорошая, весёленькая девчонка, но не про меня. Я как бы ей сразу сказал, извини, пожалуйста. Это классная девчонка, но просто не в моём-то вкусе, да? То есть, что я могу сделать? Мне очень тяжело это говорить, конечно. Все, кто хотят прийти на проект ко мне, можете написать в директ, девчонки. Вопросов нет. Там с кастинг-службой можем всё эти моменты обсудить, и проблем нет, если мы друг другу понравимся. Мне очень нравится проект. Правда, я тут вырос с точки зрения отношений. Я вообще пересмотрел свои отношения к девушкам. Скажем так, я более повзрослел. Тут меня на место поставили. Оказали на мои ошибки, и всё аргументировано. Я очень доволен проектом, что я сюда пришёл. Я считаю, что я стал лучше, и думаю, что я могу сделать отношения лучше и счастливее для обоих сторон. Так, не пойму. Так, сейчас, подождите, подключу. Куда-то припарковаться. Так интересно, я первый раз выезжаю на свидание. Ха-ха-ха. Так, слушаем, что там, извиняюсь. Так, если девчонка не захочет идти на проект, уйдёшь с проекта, чтобы устроить с ней отношения? Ну, в принципе, если... Да, наверное, уйду, но просто не так сразу. То есть, мне надо с ней пообщаться, понять, что она моё, что я уйду с проекта, что у нас будут с ней крепкие отношения, тогда я уйду с проекта, действительно. А так, пока мне нравится здесь, и я вам больше могу сказать, что я могу человека аргументированно убедить, что ему здесь тоже не будет хуже на проекте. Здесь просто я минусов не вижу вообще. На улицах, ну, вот я в эти выходные гулял в клубе, да, уже, в принципе, узнают потихонечку, да. Ну, я не топовый участник ещё пока, да, то есть, вот. И дело в том, что я не стремлюсь к топу, потому что я искренне хочу вам сказать, что я хочу построить отношения. И на проекте это будет быстрее и проще, потому что здесь люди раскрываются быстрее. И не надо бояться идти на проект, правда. Здесь очень круто. И даже если у вас плохое прошлое, это можно здесь всё стереть и начать новую жизнь. Я приехал в торговый центр, жду девушку, мы с ней общались. Вчера начали общаться, вот, договорился о встрече, отпустили на кофе. Вот, посмотреть, пообщаться, что да как да почему. На самом деле здесь камеры, ну, ночь вообще спокойная, вот. И не могу сказать, что прям 24 на 7 камеры. Вот, есть места, где нет камер. То есть, личное пространство всё равно есть. Не надо это переживать, правда. Вы просто, может, упускайте момент. Тем более, здесь можно прийти на неделю. За неделю вообще ничего не произойдёт, никаких проблем нет. Ну, в принципе, если у тебя хорошее нормальное поведение, ты хороший человек, хорошо общаешься, не пререкаешься, ни с кем делаешь, что тебя просят, да, то, в принципе, отпускают. Да, я как бывший военный, я офицер в запасе, да. Кремлёвский курсант, кончил кремлёвское училище военное, получил звание, уехал служить, уволился из очень такой мощной структуры, из трёх букв, которую я не буду называть, к сожалению, или к счастью для всех и для меня. Яна с Захаром расстались, да чёрт их пойми, расстались они или нет, я не понимаю, честно. На Дом-2, ну, мы вообще все с друг другом общаемся, не получится так, что ты с кем-то общаешься, с кем-то нет, то есть ты со всеми общаешься. Нет, я не только на Дом-2 хочу строить отношения, но на данный момент я хочу строить отношения там, потому что у меня есть на это объективные причины. Я вам говорю как человек, который, в принципе, никогда не смотрел Дом-2 и не хотел туда идти, да, но я собрался силами, пришёл сюда за девушкой, которая мне понравилась, и я понял благодаря проекту, что я потерял здесь месяц, а там бы за периметром я потерял год или ещё больше, да, и опять бы закончилось непонятно чем. А здесь мы быстро поняли, что мы друг другу не подходим, не про нас эта песня, то есть проект помогает это делать. Поэтому абсолютно нечего бояться, очень всё позитивно и круто, правда. Ну и плюс, я опять же ещё говорю, что много плюсов, много знакомств, много интересных эмоций ощущаешь, то есть это какой-то новый лист, новая жизнь, вот, какие-то в себе сильные качества прокачиваешь, слабые качества убираешь, да, там, то есть общение с зрителем на камеры, шоу, там, студии, то есть всё это уходит со временем, даже самые скромные, посмотрите на Африкантову, да, Марину, вот, и кто она сейчас, да, то есть там у неё нереальные контракты, нереальные зарплаты и просто подписчиков там, я просто не знаю сколько, миллион-два, наверное, но просто человек, вот, если говорить, а девчонки это любят, не надо говорить, что вы не любите популярность, вы хотите, чтобы в Инстаграме вас оценивали, и всё было весело, прикольно и вкусно, вот, мы все такие, да, то есть как бы, вот, не, мне не нужна девушка публичная, мне нужна девушка просто, с которой я построю свою жизнь, понимаете, потому что я уже к этому готов, у меня есть квартира, у меня есть машина, вот, у меня есть бизнес, сейчас стабильные доходы, вот, и мне 33, то есть мне надоело уже, то есть я хочу уже строить семью и жить, мне просто надо, чтобы у нас интересы совпали, чтобы сердце как-то зацепило, понимаете. да, я из Москвы, сам родом из Москвы полностью, ну, под Москвой, если точнее. нет, публичная, нет, мне надо, чтобы на первом плане девушка была, не знаю, как правильно сказать, чтобы, понятно, она себя любила, занималась там, следила за собой, но и в тот же момент, чтобы у нее четкие цели в жизни были. Здорово, Коля. Да, у меня мама не пропускает ни одни мои эфиры, вот, я люблю свою маму, очень и сестру люблю, вот, они вчера ко мне приезжали, мы советуемся с ними, у нас семейные советы есть, вот, дружная семья, пусть может быть, мы тоже ругаемся, у нас тоже у всех амбиции есть, но, тем не менее, у нас есть семейные советы, мы четко ценим семейные ценности, качества, да, что такое семья и что делать надо, все только для семьи, вот. Я считаю, что если мы семья, для семьи надо делать все, вообще полностью, у нас практически нет ничего там, мое, не мое, у нас все, вообще, то есть, все, что я заработаю, все, что я сделаю, будет для моей семьи также, то есть, они могут всем этим пользоваться, никаких проблем в этом нет. Это касается и жены, и детей, и мамы, и сестер, и всех вообще. Какие штаны сегодня, я сегодня весь в милитаре, вот такой костюм спортивный. Я грустный, нет, я наоборот не грустный, я очень счастливый, вот у меня сейчас будет встреча. Я жду, не дождусь, пойду сейчас сообщаться, кофе пить. Я уже приехал. Спасибо вам большое. Вы можете какие-нибудь вопросы задавать, может какую-нибудь историю хотите услышать, еще что-то. Я открытый человек. BMW, GT у меня, Gran Turismo, сарай семейный, к семье готов уже, видите, все. Ну, это, наверное, не свидание, а просто, как бы, девушка сказала, вы мне симпатичная, я сказал, ну вы тоже вроде ничего такая, да, давайте пообщаемся. Я говорю, я не могу выезжать. Татьяна говорит, я готов сама приехать, вот, и недалеко здесь торговец центре есть, меня отпустили, вот я сейчас с ней кофе попью. Да, конечно, а как же без цветов. О, кстати, приехала. Все, давайте я пошел и позже посмотрим, расскажу вам, как все прошло. Все, всем пока, хорошего дня. Субтитры сделал DimaTorzok